Здравствуйте! Сегодня поговорим с вами о расторжении брака. К сожалению, супружеская жизнь иногда не складывается, и зарегистрированный в установленном порядке брак необходимо расторгнуть. Как это можно сделать? Здесь возможен как внесудебный, так и судебный порядок. Рассмотрим поподробнее. Во внесудебном порядке расторжение брака возможно в том случае, если у супругов нет совместных несовершеннолетних детей и нет спора об имуществе. То есть два условия, которые обязательно должны совпасть. В этом случае супруги могут вместе пойти в ЗАГС, то есть в органы, регистрирующие браки, подать заявление совместное о расторжении брака. И брак будет расторгнут ЗАГСом в ту дату, на которую укажут супруги, но не ранее, чем через месяц, и не позднее, чем через два месяца после подачи заявления. Ну и, конечно, супругам необходимо предоставить доказательства того, что у них нет несовершеннолетних детей. То есть все довольно просто, но не всегда бывает так просто. Иногда довольно часто несовершеннолетние дети у супругов все-таки есть, либо есть спор в имуществе, либо один из супругов просто не желает расторгать брак. И тогда остается идти в суд. Судебный порядок, он несколько сложнее. Что нам говорит закон, то есть кодекс о браке и семье? Там указано, что расторжение брака производится судом в порядке искового производства. Что это значит? Значит, один из супругов должен пойти в суд и подать исковое заявление о расторжении брака. Приняв такое исковое заявление, суд предоставляет трехмесячный срок для принятия мер к примирению супругов, достижения соглашения о несовершеннолетних детях, разделе имущества, ну и, собственно, навелы законодательства. Также разъясняет супругам право на добровольное урегулирование спора с участием медиатора. То есть, возможно, и медиация сейчас в этих вопросах. Ну, по истечении трехмесячного срока, если ничего не изменилось и все вопросы улажены, суд расторгает брак. При этом, поскольку суд должен принимать все меры, направленные на сохранение семьи, если судом будет установлено, что сохранение семьи все же возможно, но нужны какие-то нюансы, суд может увеличить вот этот срок трехмесячный до шести месяцев. Ну, а потом, после шести месяцев, если ничего не изменилось, опять же, брак, как правило, расторгается судом. Без предоставления вот этого трехмесячного срока брак может быть расторгнут в некоторых случаях. Если один из супругов признан в установленном законном порядке безвестно отсутствующим, либо если один из супругов признан недееспособным, либо если один из супругов осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет. Вот тогда этот срок трехмесячный, скажем так, на примирение, он может не предоставляться. Если имеется спор о воспитании детей между супругами, то этот вопрос также разрешается судом при расторжении брака. И в судебном решении о расторжении брака суд укажет, с кем из родителей остаются проживать несовершеннолетние дети, каким образом второй родитель будет участвовать в их воспитании и содержании. Ну, это в том случае, если нет между супругами брачного договора либо соглашения о детях. То есть об этих вопросах можно позаботиться и ранее, еще до расторжения брака. Ну, и также одновременно с расторжением брака по заявлению одного из супругов можно провести раздел совместно нажатого имущества. Здесь, правда, есть нюанс. Если раздел имущества супругов затрагивает права каких-то третьих лиц, ну, например, есть банковский кредит, который еще не выплачен за квартиру, которая приобретена супругами в период брака. То есть затрагиваются интересы банка. Вот в этом случае раздел имущества возможен только в отдельном производстве, с подачей отдельного искового заявления, не совместно с расторжением брака. Ну, и после того, как судебное решение о расторжении брака вступит в законную силу, супруги идут в суд, получают копию этого судебного решения, и там же судом в документе, удостоверяющем личность, то есть в паспорте, делается отметка о том, что брак расторгнут. Ну, и, соответственно, суд уведомляет в десятидневный срок после вступления в силу судебного решения, уведомляет ЗАГС о том, что брак расторгнут. Ну, вкратце, о расторжении брака, все. Если у вас возникают вопросы, можете обращаться к нам, мы вам поможем. Всего доброго.